Мы приехали в музей крестьянского быта. Сейчас будем ждать, когда начнется экскурсия. Вот в музее такая маленькая берка. Там вон домики. Сейчас найдем сына. Еще домики. Главное, чтобы не надо было за билетами никуда ехать. В общем, я узнала. Они сейчас закрыты. Ну, в смысле, как закрыты. Немножко времени должно пройти перед экскурсией. Они сказали, подождите, погуляйте тут по территории. И начнется. Билеты можно будет купить здесь. Вот. Так что давайте я застегну мировой комнате. На ручки сейчас возьму. И, в общем, да, минут через 20 начнется экскурсия. Здесь билеты купим. И вот. Так что сейчас еще погуляем здесь по территории. Здесь в такие берки. И потом начнется экскурсия. Здесь темновато, конечно. Здесь билет. А это, наверное, для животных загоны. Здесь для бани. А травы всякие собирали. Побывали мы в одном музее. Теперь решили еще в Ленинские горки заехать. Там на машину посмотреть. Весь музей вряд ли мы будем смотреть. Да и дорого. А именно вот машина там такая. Автопарк какой-то есть. Музей. Хотим посмотреть. Сейчас дойдем посмотрим. Здесь с парковкой не очень как-то. Мам. Мы в Ленинских горках. В осенних Ленинских горках. Идем. Тут Дмитрий. Листика пошит. Тут Мирослава с песиком. Диме дали магнитик за прохождение тура в этом музее. Магнитик. Музей крестьянского быта. И Миросе заодно дали магнитик. Ну-ка покажи магнитик. Вот. Что там написано. Музей крестьянского быта. Вот. Я тебя поздравляю, Мирослава. Я тебя поздравляю. Она такая довольная. Счастливый ребенок в музее дали. Они оба говорят. Дима говорит. Я не хочу на вопросы отвечать. Я говорю. Дадут тебе грамоту за это. Что, сына? Мы здесь немножко заблудились. Крутим, вертим. Туда-сюда ходим. Наконец-то гараж нашли, который мы хотим посмотреть. Купили билетики. Нет-нет, нам сюда. Взрослый 100 рублей, детский 50 рублей. Мирослава до 6 лет бесплатно прошла. Вот сюда мы хотели. Чуть я про хозяйственный корпус прочитала. Мемориальный гараж не увидела. Вот эти ворота. Сейчас мы туда пойдем. 5 часов открывается. Сейчас, через 8 минут. История садокомовского гаража берет начало 1905 году, когда в Савском селе был открытый звук Драдостного Величества Гаража. После отвлечения Николая Второго от престола в Гарошеке перешел в распоряжение временного правительства, а потом стал собственностью Совета Народных Комиссаров. Первые же автосадии в гараже появились в 19-м году. В то время обычными автомобилями с наступлением зимы пользоваться было почти невозможно. Они постоянно скрывались в него. Ленин любил передвигаться в автомобиле, ходил в другую сторону и так-то призывал, что теперь придется ложиться поездить в весны. Поделился своими переживаниями шофером. Ему шофером на протяжении 6 лет был скипан Казимир Величеевич. Он тоже работал в Гарошеке. И Боритовым источником возил до революции Днеприатриха Александра Кудрова. Это, мои хорошие, такой автомобиль крутой на гусеницах. Посмотрели. Может и работают на эти самовар тут в кафешке. Мы взяли чай, мороженое. Здесь у чая усадьба горки написано. Прикольная. Пес наш и Мироси мороженое лопает. И умывальник здесь стоит красивый. Ты думаешь, он остыл? Он еще не остыл, Дим. Все, мы отобедали. Дети доедают мороженое, выпивают чай. Идем к машине, уже вон темнеет. Быстрее надо домой, пока совсем не стемнело. Они там скатываются. Видите, там скатываются.